Экс-депутат Верховной Рады Илья Киева был убит в Подмосковье. Это уже официально, российские власти это признали. Следственные органы по Московской области сказали, да, убит, застрелен из неустановленного оружия. Кто стрелял, неизвестно. Кинули лучших специалистов, лучших криминалистов. В общем, в планы все перехваты ищут, будут пытаться задерживать. Значит, Следственный комитет, естественно, открыл уже, ну, очень оперативно, дело. Это убийство. И в связи с этим, можно сказать, что, конечно, финал у всех таких людей одинаков. Но на что я обратила внимание, какая реакция у всех пропагандистов всех мастей. И вот хотелось бы спросить у них, при том, что он был с охраной, серьезной охраной. Они сами говорят, что к ним на эфиры он там подъезжал вот так, ну, нормально упаковано. У него охраны, машины, джипы и все остальное. Добрались и там. Да, ну, вы знаете, Россия славится тем, что она сдает своих, бросает своих. Так что здесь, когда не факт, что ты будешь пять с дефирамбой все время и как бы пытаться быть хорошим для россиян, и не факт, что ты в один день не станешь неугодным для них. Почему? Потому что, когда ты жертвуешь чем-то ради россиян, то у тебя появляется какое-то чувство, что Россия тебе чем-то обязана. И вот когда вот российские власти понимают, что человек уже создает какие-то превышенные ожидания. Ну, я не исключаю, что это какое-то наказание за преступление, ну, понятно. Но я также не исключаю, что просто его убрали как человека, который уже стал проблемой для российских властей. Потому что, ну, то, что он какую-то ересь нес и какой-то бред, ну, это даже не буду комментировать. Это смешно просто. Ну, я просто знаю, что в России есть такая традиция избавляться в нужное время от своих же. Так что вот именно наличие этой охраны может также подтвердить, что... А кто же ему дал эту охрану? То есть надо понимать, что именно тот, кто эту охрану и дал, то есть тот и самое легкое задание для него было избавиться от него. То есть через эту самую охрану. Надо понимать, да? Армен, ну, тут таким темпом, знаете, будет уже конкурс на ликвидаторов Киева. Потому что Гурмов как бы вышла официально, сказали, да, это мы, Рейтерс, там, с каким-то ссылкой на свои источники. Да нет, это СБУ. А вот есть еще одна версия, сами и убрали. Я склоняюсь к тому, что сами и убрали. Смотрите, да, потому что Киева уже создает, понимаете, он уже опоздавший во времени, как бы сказать, понимаете. Он уже как бы не к столу стал. Да он всегда был каким-то фриковатом, если вот откровенно говорить. Ну да, ну сначала, когда вот Киев за три дня, когда вот надо было вот такие патриотические, пропагандические, да. Вот смотрите, так сами же украинцы, они хотят, они ждут нас, вот смотрите, вот Киев, украинец пришел, вот и так далее. Ну, кому сейчас непонятно, что это все бред. Даже россиянину из каких, какого-то захолустья уже понятно, что Украина борется за свою свободу, за свою несоветность. И нету там никаких украинцев сейчас в Украине, которые вот мечтают просто жить в братстве, ну, естественно, с россиянами в одной стране под путинским режимом. Ну, я думаю, это всем уже стало понятно. А у Киева ожидания были такой общий образ предателя, понимаете, который вот предал, и он ждет какого-то вознаграждения. Вот он, я думаю, уже во внутренних беседах, так предполагая, уже начал что-то там лишнего болтать. Да, я же не ради этого все бросил, я же, у меня была надежда, что все-таки Киев за три дня будет. Если не за три дня, то, понимаете, он мечтал вернуться в Украине и стать каким-то руководителем большим. Коллаборантом. Не получилось и так. Коллаборантом. Ну, да, да. Ну, по всех коллаборантов и предателей. Да, сами же убрали, потому что уже повестка, я думаю, будет меняться у россиян. Такие, как Киеве, уже не нужны, надо уже другая пропаганда. Они будут недовольны, такие, как, ну, меньше людей, меньше проблем. Хорошо, а всем остальным тоже стоит напрячься? Там же не только Киева были, там Царев, который тоже уже подтвердил олян смерти. Это очень хороший урок, если кто-то еще не понял, что Россия своих бросает. Не только бросает своих, это самый лучший вариант, когда бросает. Ну, и когда бросают, хотя бы украинцы подбирают, обменивают или, там, дают возможность куда-то уйти. Такого, просто говоря, да. Они еще и просто убивают. Просто избавляются. Так что это, надо новый какой-то слоган. Да, Россия избавляется от своих.